Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. Ведомство отметило, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов. В результате обстрела были ранены двое азербайджанских военнослужащих Алиев Садик и Имранлы Имран. Раненым была оказана первая медицинская помощь. Сейчас жизни военнослужащих ничего не угрожает. В то же время в ходе предпринятых азербайджанской армии контрмер в ответ на провокацию армянской стороны погибли старший лейтенант Аек Гевардкян, рядовые Корюн Арутюнян и Давид Кочарян, вооружены сил Армении. Помимо этого, в ходе боевых действий трое военнослужащих получили огнестрельные ранения. Информацию подтвердили Министерство обороны Армении. Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление, в котором отмечает, что Армения несет полную ответственность за обострение ситуации на границе. Также ведомство подчеркнуло, что Азербайджан принял инициативу России о прекращении огня. Однако Армения продолжала еще некоторое время вести интенсивные обстрелы. Мы приняли инициативу российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10.00 по бакинскому времени. Несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-мм минометы. Оборонное ведомство республики также назвало ложью и дезинформацией сообщение о нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении. Стоит сказать, что это не единственная попытка армянской страны сорвать договоренности о прекращении огня. Накануне подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных также на территории Басаркичарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. Огонь был открыт из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов. Кроме того, интенсивные обстрелы азербайджанских позиций на территории Кельбаджарского района велись 25 и 26 июля. Сегодня официальный Баку призвал Ереван принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации, начать переговоры о делимитации госграницы. При этом МИД Азербайджана заверил, что страна будет решительно реагировать на действия, которые направлены против ее территориальной целостности. Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в пределах своих международных границ. И на любые шаги, предпринимаемые против его территориальной целостности, будет дан решительный ответ. Сегодня президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация в Афганистане на госгранице Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами. В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на Азербайджано-армянской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня также прокомментировала журналистам ситуацию с вооруженным обострением на армяно-азербайджанской границе, заявив, что Россия, которая имеет близкие отношения с Азербайджаном и с Арменией, уделяет особое внимание ситуации на армяно-азербайджанской границе и положению в Карабахе, где расположен российский миротворческий контингент, с озабоченностью воспринимает любые проявления, скалации, напряженности. Это крайне негативно влияет на обстановку и не способствует нормализации диалога, ведет к неоправданным потерям двух стран. В этой связи хотели бы передать соболезнования в ходе приграничных инцидентов. Они должны решаться исключительно политико-дипломатическими мерами. Крайне важно воздерживаться от конфронтационной риторики, на что мы настраиваем обе стороны. Мы убеждены, что устойчивую деэскалацию может обеспечить безотлагательный запуск для имитации границ с ее последующей демаркацией. Российской стороной подготовлен ряд документов, который способен перевести диалог в конструктивное русло. Захарова отметила, что главы трех стран России, Азербайджана и Армении подтвердили решимость нахождения оптимальных вариантов решений, выразили твердую приверженность последовательному и всеобъемлющему выполнению договоренностей, которые остановили кровопролитие. МИД России также уделяет особое внимание деятельности рабочей трехсторонней группы, которая провела уже несколько раундов обсуждений. Мы рассчитываем, что в ближайшее время рабочая группа сможет восстановить заседание. Это позволило бы перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов, которые отвечают интересам и Азербайджана, и Армении, всего Южного Кавказа в целом. За шпионаж 15 лет лишения свободы. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже граждан Армении Довтяна Давида и Суджана Геворга. В суде был зачитан обвинительный приговор, согласно которому оба подсудимых были приговорены к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет своего наказания они проведут в тюрьме, а остальные в исправительном учреждении строгого режима. Также в приговоре отмечается, что после отбытия наказания обвиняемые должны быть депортированы за пределы Азербайджана. Напомним, Довтян и Суджан признали себя виновными в незаконном пересечении госграницы Азербайджана. В ходе показаний на суде Суджан заявил, что находился в Карабахе для осуществления благотворительной деятельности и не знал, что сопровождавший его повсюду некто по имени Артак был сотрудником спецслужб Армении. Ранее в показаниях следствию Суджан признался, что познакомился с Артаком летом 2019 года, чтобы решить свои проблемы с законом. Чтобы избежать возможного ареста по подозрению в отмывании денег, Суджан согласился работать на спецслужбы и подписал соответствующее обязательство. Мусульманские страны могут рассчитывать на поддержку России в преодолении региональных кризисов. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников 12-го международного экономического саммита «Россия – Исламский мир». В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул дружеские отношения между Россией и мусульманским миром. Сердечно приветствую вас по случаю открытия в Казани очередного 12-го международного экономического саммита «Россия – Исламский мир». Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно носят дружественный конструктивный характер. Путин отметил, что Россия и мусульманские страны взаимодействуют в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности, построения справедливого и демократического миропорядка. Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма. Напомним, ежегодный международный экономический саммит «Россия – Исламский мир», в котором участвуют Россия и страны Организации Исламского Сотрудничества, проходит с 28 по 30 июля в Казани. В организацию входят 57 государств. Азербайджан стал членом Организации Исламского Сотрудничества в декабре 1991 года после восстановления независимости. Российские «Газпром» и азербайджанские «Азерконтракты» договорились о сезонном обмене природным газом. Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, Баку будет поставлять газ в Россию летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать из России в Азербайджан. Отмечается, что контракт рассчитан до 2023 года. Объемы и условия нового соглашения в «Газпроме» не комментируют. За техническую реализацию соглашения по приему и отправке соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет отвечать «Азерконтракт», который выполняет одну из функций госнефтяной компании Азербайджана «Сакар» по оптовой купле-продаже природного газа. Соглашение позволит России и Азербайджану оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. Отметим, что у «Газпрома» и «Сакар» выстроены нормальные рабочие взаимоотношения, когда стороны оказывают поддержку друг другу в случае необходимости. Так, «Газпромэкспорт» и «Сакар» в марте 2021 года заключили краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время планового предупредительного ремонта на МКБ Северный Кавказ-Закавказье. Тогда «Сакар» обеспечивал транспортировку до 150 миллионов кубометров российского газа через территорию Азербайджана до границы с Грузией.